Ну что ж, вот он и заканчивается год 2009 Год финансовых потрясений и разочарований Год неоправданных оскорблений И рухнувших надежд Ну, кто-то надеялся, что Цены на автомобиль останутся на минимальном уровне очень долго Так вот, такого не будет И уже цены на новый автомобиль В последнем кузове С двигателем 1.8 На такой народный автомобиль Версии ЦЦ Это уже 1 миллион 600 тысяч рублей Такая малолитражка То есть в скором времени нам надо будет привыкнуть Что если мы хотим что-то престижное То придется заплатить ее очень дорого Либо не придется Потому что есть подразделение Престижнейшего корейского автопрома Сангянг Которое выпускается группой Солерс И продается в автограде Но маржа не 9 Ну, теперь уже к разочарованиям скажем Что это не китайский автомобиль Как его позиционируют Ну, отдельные Не самые умные элементы Из сегмента Интернет-ориентированных особей Потому что это все-таки корейский автомобиль Корейский автомобиль на раме И очень крепкий, кстати Я проверил лично Так вот, своим акционом Я сделал из 14-й модели АКО Совсем недавно посмотрел Как держит удар Рекстом Мерседес С-класса Пострадал очень сильно Рекстом Ну, так задумчиво стоял Думал, читал Мерседес Мерседеса задницу и прилетел Потому что корни мерседесские Остаются в Сангянг Но цена остается вполне приемлемая А скоро эта цена Станет, пожалуй, самой приемлемой Из представленных на рынке России Новых внедорожников Тут важно понимать И делать ссылку на то Что фактически не существует Автомобилей Которым у эксплуататора Водителя, то есть Не было бы претензий За чванливой гордостью Владельца нового И такого типа престижного авто Скрывается и чувство досады За такой все-таки ломающийся автомобиль И огорчение того Что за эти деньги Можно было бы купить его Пусть и с пробегом Но бы и дешевле Потому как деньги Сейчас и в раз Научились считать все Сангянг Дешевле, чем он Представлен в Автограде Не привезти Не купить Нигде нельзя Автоград вообще Является единственным По сути автосупермаркетом Предлагающим традиционно Крепкие, рамные Полноприводные И абсолютно настоящие Джипы в Магнитогорске И благость всероссийского масштаба Что группа Солерс Успела вовремя Организовать производство Лучшего корейского автомобиля В России Я честно говоря Не филолог Не журналист Я обычный юзер Обычный пользователь Обычный водитель Обычный Ну не обычный Конечно оператор Не обычный Совершенный Видеоинженер Вот Но Какие вещи У меня вызывают Сомнения Вот допустим Слово удовлетворять Какой Корень у него И откуда оно произошло От удовольствия что ли Ну в случае с отечественными автодилерами Я честно говоря Думал что Это слово воровать бы Потому что Потому что Извините Все машины Которые представлены На отечественный авторынок Как правило У них своровали Часть комфорта Часть мощности Ну скажите мне Как может человека радовать Жесткий пластик А? Как человека может радовать Дохлый мотор 1.8 Ну я не понимаю этого Извините Вот я лучше 3 Или как здесь 2.7 Турбодизель На Рекстоне Так вот В Рекстонах И вы можете Сами убедиться Приехать в Автоград Пальчики им пощупайте Поймите Что Автомобиль Который стоит По цене Ну такой Навороченный Типа спортивной Машины С американскими Корнями Ну вот Он имеет Мягкий Пластик Он имеет Отличные Вставки Под Акарбон Ну И Кожаную Рукоять Переключения Коробки Передач Это в варианте С механкой Да Есть такой Кстати Этот вариант Вот По очень Интересной Цене Он еще И функционально Выключает Передний Мост То есть Можно Экономить Реально Смотрите На механке На дизеле На заднем мосту Только ехать А когда вам Надо куда-то Поглубже Все Щелк Да Кстати И вот ИСП Выключили И Хилдаун Асист Можно тоже Вырубить Машинка Знаете Сколько стоит Сегодняшняя Цена Не 935 тысяч Рублей А 875 Вот И этот автомобиль Может стать Вашим На очень Выгодных Условиях То есть Первый Взнос 147 тысяч 148 тысяч Рублей И процентная Ставка 13% От Солерс Кредит Так что Вот Эти машины Удовлетворяют От слова Удовольствие И они Ничего Не воруют Все То же Самое Элитарное Корейское Которое Доступно В Корее Теперь Он Доступно Здесь В России Кстати Поговорка Чем круче Джип Тем Дальше Топать За трактором Сейчас В аккурат Применимо Именно Китайскому Автопрому Потому Как Китай Купил Хаммера И сделал Свой Вариант И Понадежнее И Покруче Гламурность Джипы Конечно Украшает Но Лишает Любых Джиперских Амбиций Делая Из них Полноприводную Квартиру Сопоставимую По цене С небольшим Домом Или Большой Квартирой Санг-Янги Имеют Всего Помаленьку Санг-Янги Могут Лазить Там Где Полноприводные Кроссоверы Будут Отдыхать А Гламурные Монстры Испугаются Оборвать Обвес Санг-Янги По трассе Выглядят Более Экономично В смысле Меньше Жрут Благодаря Новым Дизельным Движкам И Слава Богу Отключаемому Переднему Приводу Санг-Янги Имеют Комфортную Для города Мягкую И бесшумную Удобнее Всех Переделок Из Пикапов Очень Уважаемого За неприхотливость И надежность Китайского Грубовато Аскетичного Джипа Автопрома И Натянутого Кожаного Японского И в большинстве Случаев Это лично Мои Впечатления И скажу Естественный Про недостаток Но это Не недостаток Санг-Янгов Это Недостаток России Машины Эти Лучше Не бить Так как С кузовниной И оптикой Дела Главнейший Помощник Перемены Никогда Не давали Слегко И просто Надо К этому Привысить И к вам Владимиру Владимировичу Путина По возрождению Отечественного Автопрома Имеет место Быть И будет Реализован Именно В 2010 Году Потому что Ну понятно 2009 год Делеры Продавали Восьмой Год Но в 2010 Ну во-первых На ответ Хранения Машины Без ПТС К вам Никто Не даст Да и Слово Ответ Хранения Не будет Дилеры Вынуждены Будут Покупать Автомобиль Соответственно Кредитоваться Соответственно Проценты За кредит И вносить Цену Вопрос Автомобиля Сколько Будут Машинки Стоить Ну Ребят Тут Дилемма Будет Простая Либо Отечественный Автопроп Либо Китайский Либо Корейский Это Будет Одна Ценовая Категория То есть У меня 300 тысяч Автомобили Которые Сейчас Еще Доступны И Которые Вам Точно Показали Санген Можно Купить В принципе Еще Умудриться За 600 Ну Может За 900 Тысяч Рублей Это Я Про Рекс Сама Заговорю Все Остальное Все Остальное И Очень Достойное Будет Стоить 2,5 3,5 4,5 Миллиона У меня Есть Очень Достойные Товарищи И Очень Достойные Знакомые Вот Они Как Правило Покупают Автомобили В том числе За деньги А не в кредит Поэтому Вот Сейчас На дорогах Больше уважения Пожалуйста К тем Кто ездит На таких Автомобилях Потому что Извините Они За свои Деньги Купили А не за Деньги Банка А тем более Ну вы В ближайшее Время Ничего Не купите И банк Вряд ли Что даст Хотя Вот На автомобиле Которые Представлены На Автограде Кредиты Даются И И вот Он год 2010 Куда За машинами Приезжает Автоград На 85% Представляют Автомобили Собранные В России То есть За выбором Автомобилей Новых Вам дорога Только сюда